Эпидемия COVID-19 в Абхазии пошла на спад, что позволяет республике постепенно возвращаться к нормальной жизни, говорят специалисты. В нашей стране действуют минимальные ограничения по сравнению с тем, какие вводятся в других странах. Мы сейчас остались один на один с этой инфекцией. И только для этого я призываю опять наших же граждан не проводить ни в коем случае. Пока что рано говорить о том, что мы можем проводить какие-то массовые мероприятия, начинать веселиться. У нас уже были примеры, когда мы уходили в пике. 15 февраля после долгого перерыва в образовательных учреждениях Абхазии возобновился учебный процесс. Вначале к учебе приступили учащиеся младших классов. Старшекластики пошли в школу 22 февраля. В учебных заведениях на сегодняшний день ситуация с COVID-19 под контролем. Во всех школах и детских садах работа организована с учетом рекомендаций СЭС, добавила Людмила Скорик. Довольно-таки большая была подготовка со стороны Министерства просвещения и языковой политики. Очень сильная подготовка была со стороны администрации городов и районов. До тех пор, пока там будут соблюдаться все те требования, которые озвучивала санитарная служба, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует. Но не будет выходить ситуация из-под контроля там, где все соблюдается. Одними ограничительными мерами победить COVID-19 невозможно. Нужна вакцинация. Необходимо набрать 60-70% вакцинированных и лиц, которые уже переболели и имеют антитела. Только тогда можно будет говорить о коллективном иммунитете и о снятии всех ограничительных мер, отметила главный санитарный врач страны. Кстати, первая поставка вакцины планируется в конце марта. Запрос мы еще отправили ранее, в прошлом году. Ввиду того, что у нас нет возможности производить самим лично вакцину, мы обратились к Российской Федерации. В Российской Федерации довольно-таки тоже большое свое население. И им надо как бы защитить своих граждан. Мы в плане поставки. То есть мы стоим в графике, когда нам эту вакцину дадут. Если бы мы имели возможность купить, президент даже имел возможность бы заплатить. Но, увы, производители точно так же. Все в графике поставок. Понимаете? Значит, первая партия планируется в конце марта. В Российской Федерации пока что два производителя вакцины. Это «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Вот какую из этих вакцин привезут, тоже не знаем. Заказали мы 100 тысяч доз. Но как ее будут давать, сразу, естественно, 100 тысяч нам никто не даст. И мы ее просто сразу одномоментно и принять-то не сможем, и сделать. Вакцинация начнется с людей, которые чаще всех контактируют с распространителями инфекции. Это в первую очередь медработники и педагоги. Именно они находятся в зоне риска. А те, кто переболел? Переболел, мы будем проверять иммунный статус. Человека есть антитела, нет антител, в каком они количестве. Но чаще всего где-то после 6-месячного периода после заболевания. Они также подлежат вакцинации. Почему? Потому что коронавирусная инфекция, тот штамм, который распространен был у нас в Абхазии, очень нестойкий вырабатывает иммунитет. И, естественно, они становятся точно так же беззащитны к другим штаммам этого вируса. Принудительно не будет ни в коем случае. Зачем? Если человек не хочет. Но, однако же, я просто-напросто рекомендую, как во всех странах мира, взять все-таки направление на вакцинацию. По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 117 миллионов человек. Из них больше 2,5 миллионов умерли. Лидерам по количеству подтвержденных случаев остаются США. На втором месте – Индия, на третьем – Бразилия и на четвертом – Россия. А в декабре 2020 года о себе заявил и новый штамм коронавируса – британский. Сегодня эта разновидность вируса зафиксирована уже в 82 странах мира. Достаточно короткого времени для общения с носителем этого вируса, чтобы заболевание передалось здоровому человеку. И он оставляет очень тяжелые последствия. Поэтому вот все силы сейчас, конечно, наше правительство нацеливает на то, чтобы как-то ограничить завоз этой инфекции в Абхазию, на территорию Абхазии. Мы укрепляем там какие-то пограничные наши посты, санитарно-карантинные пункты. Призыв врачей соблюдать меры предосторожности, беречь себя и близких остается актуальным и сегодня. Несмотря на снижение числа выявленных случаев COVID-19 в республике. Сария Кварасхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.